Здравствуйте, дорогие друзья. Новая неделя. Неделя третья. Амера Хесет Тиферета. Тиферет это, о, Тиферет это, Тиферету соответствует третий день творения. Если во второй день не было сказано китов хорошо, то третьему дню досталось два китов. То есть эта неделя двойная, двойной брахи. И в этой неделе можно достигнуть соединения первого и второго дня. Поэтому очень важная, очень сильная неделя. А урок ее очень простой. Сейчас время улучшить внешний вид души. Посмотреть, как парикмахер сказать, где прибавить, где убавить. Нельзя стричься обычно в эти дни, но душу стричь можно. Итак, глава Кдашин. Короткие рассказы сегодня. Два коротких рассказа расскажу. Первый Раф Искак Зильбрштейн в книге Аль-Инуми Шабеях рассказал такую историю. Ранним утром скончался Раф Карелец, знаменитый Хазон Иш. Который приехал в землю Израиля из Косово. Это был глава поколения. Это был день траура. Сотни тысяч людей собрались его проводить. К Рафу раздается стук в дверь. Открывает он дверь. Стоит человек и говорит, вы знаете, я хочу с вами поговорить. Пожалуйста. Я хочу задать вам вопрос. Мне, моей семье, много лет назад Хазон Иш занял 200 рублей. Могу ли я у семьи попросить эти деньги назад? Ну, Раф сразу связался с семьей. И как только он сказал эту историю, как только он сказал, то ему сказали, слушайте, вы знаете, вот как только Хазон Иш приехал в землю Израиля, он сказал, что он должен одной семье 200 рублей, не может ее никак найти. Долго ее разыскивал. Потом положил конвертик такой, написал на нем, отложил. И он лежал до сих пор. Еще до похорон деньги были отправлены в Пардесхану. Причем, поймите, все это происходило в минуты, когда сотни тысяч людей стояли. И тем не менее, настолько это было важно для всех присутствующих, что все это было сделано. А почему? Дело в том, что, ну, во-первых, Каббала говорит, что если человек не отдал долги в этом мире, то он придет в этот мир еще раз. А во-вторых, что еще более важно, святость это очень всеобмемлющая такая, это не вознесенный человек, который летает, как йог там над землей. Нет, святость это несколько другое. Она в каждой мелочи жизни человека. Вот, к примеру, то, что я вам рассказал. Глава Кдашим говорит о святости по одной простой причине. Она говорит, святый будьте, или я свят, Господь Бог. То есть Бог говорит, вы меня не понимаете, живите по моим качествам. Я милосердный, будьте милосердны. Я свят, будьте святы. А что такое святость? Святость это не, повторяю, какое-то глобальное вознесение. Это движение в каждый момент. В еде, в пребывании дома. Это все проявляется святость. Гаон Раби Шмуэль Розовский, он был глава поневежевской ешивы, он говорил очень интересную вещь. Он говорил, что каждый раз, когда вы выходите за границы природы, даже вот такую малюсенькую величину, это святость. Чтобы получить помощь с небес, которая, кстати, обещана соблюдающим святость, не требуется от человека какие-то грандиозные вещи делать. Наоборот, человек, опаздывающий на молитву, например, постоянно, возьмет на себя за правило прийти на две минуты раньше. Все, он увеличил границы святости. Это огромное дело. Я вам расскажу еще короткую историю о событии жизни. Это была община Рехасим, да, такая есть община. Несколько лет тому назад, в праздник Симхат-Тара, ну знаете, праздник Симхат-Тара, все пляшут, все, такой веселый праздник. Он совпал с Шабатом. И пригласил один молодой ученик, товарищей к себе домой, на Шалом Захор, это новорожденного сына только что. Мероприятие намечалось после вечерних танцев с Торой. Понятно, что Симхат-Тара праздник веселый, все выложились, ни у кого сил уже не было. Великая усталость была у всех там, ну кое-что там погуляли, кто-то выпили. И на Шалом Захор в квартире отца младенца собралось только шесть самых стойких учеников, аврехов. Было ли для них какое-то сверхнапряжение в этом? Наверное, нет. Да, была трудность, связанная с усталостью, с поздним временем, но преодолели себя только шестеро. И что в результате? У каждого из этих шести, говорит Раф, у каждого, да, в этот год родились сыновья. Как это считать случайностью или нет? В всем мире можно посчитать случайностью. У каждого родился сын. У двоих из них после нескольких лет жениться без детей первенцы. У третьего после восьми дочерей. О чем этот разговор говорит? Бог в долгу не бывает. Никогда не будет такого, чтобы Бог был нам что-то должен. Наоборот. Дело в том, что если мы придерживаемся того, что он говорит, мы никогда не прогадаем. Это неделя Тиферета. Это неделя с большими возможностями. Это неделя, когда просто необходимо пересмотреть все, что ты, может быть, раньше видел не так. У нас есть сегодня возможность такая, потому что эти силы даны нам в эту неделю. Брахава от слоха. Всего самого-самого лучшего.